Итак, глава Тора называется Бехар, что означает «на горе». Господь на горе получает очень важные от Бога постановления. Итак, на горе Синай Бог сообщает Маше законы субботнего года. Такое краткое содержание, а потом мы пойдем дальше. Каждый седьмой год любая работа на земле, то есть посев, пашня, сбор урожая и так далее, они прекращаются. А урожай должен быть предоставленным пользователю, любому желающему, как человеку, так и любому животному. Вслед за семью циклами субботних лет наступает юбилейный или 50-й год. «Когда работа на земле должна быть прекращена, рабы получают свободу, а проданные земельные владения в святой земле возвращаются к изначальным владельцам». То есть потрясающее время, да. Также эта глава, она говорит, содержатся дополнительные законы, регулирующие продажу земель и запреты, там, мошенничества, расточительства и так далее. Вот, но я бы хотел сегодня поговорить о юбилейном годе, да, о чем он говорит и какой смысл он несет. Это очень, как бы, важная такая тема, да, хотелось бы об этом поговорить. И хочу зачитать книгу «Левит», 25-я глава, с 8-го стиха. Итак, тут написано. «Поё племя». «И будете жить спокойно на земле, если скажете, что нам есть седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведения наших, я пошлю благословение мое на вас в шестой год, и он принесет произведений аж на три года вперед. Итак, что это за особенное такое время, да, что за особенный год, да, который назвали юбилейный? То есть запрет на посев и жатву, то есть, да, интересно, что кто, там, земледелец, да, то есть кто занимается, он понимает, что если он не посеет что-то в поле, то оно не вырастет. Как бы это, знаете, интересный этот момент, он говорит о каком-то таком сверхъестественном событии, то есть, да, доверии Бога. Потому что если ты не посеешь, то ты не пожмешь, да, и Господь говорит, не сеете, потому что я дам вам, да, что-то сверхъестественное, что хватит вам даже на три последующих года. Помните, да, когда евреи собирали манну, да, каждый день, но уже перед шаббатом Бог давал им в два раза больше. То есть здесь интересный момент, он говорит о чем-то таком сверхъестественном, когда мы соблюдаем то, что Бог говорит. Возврат владельцам утраченных или проданных земель, это какая-то благодать, да, ты продал землю, но через время она к тебе снова возвращается. Это просто очень такое, не каждый день такое бывает, да, земля не продавалась, а сдавалась в аренду. И освобождение рабов, то есть рабов отпускали, мы знаем в том случае, да, если раб, он вносил выкуп за свою жизнь или прощал его, как бы хозяин, да, рабов отпускали. И мы видим, что это время выкупа, прощения, избавления, свободы и отдыха. Знаете, когда я читал эту главу, тут мы понимаем, да, с каким вот ожиданием, да, ну, люди, которые находились там, да, в рабстве, да, там, или в долгах, с каким ожиданием они ждали, как бы, этого времени, да, ну, это как человек, который находится в отдаленных местах, он ждет омистии, что, да, в законе есть такое, приходят омистии и их, как бы, освобождают. Независимо от того, ну, если ты попадаешь под этого мистию, да, вот. Но это время, интересно, это время, оно установленное Богом, как юбилейный год, имеет все-таки пророческое продолжение. Не просто вот, давайте мы раз в 50 лет, как бы, сделаем вот так, вот отпустим людей, там, простим, раздадим и так далее. Нет, оно имеет пророческое продолжение, вот. И мы знаем, что это продолжение, оно уже описывается в Новом Завете, Брит Хадаша. Помните, да, когда Ишуа, он пришел в Назарет, в город Назарет, да, пришел в синагогу, ему подали свиток Исаи, да, и он читает интересные слова. Я хочу зачитать, это Лука, 4 глава, ну, можно с 18 стиха. И он читает здесь такие слова. Наш Господь Ишуа цитирует пророка Исаиа. Он говорит, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И знаете, и о чем это он говорит? Что интересно, что уже во времена Ишуа, то есть юбилейные года, они уже как бы не праздновались. То есть за 150 лет до разрушения как бы первого храма, то есть да, уже как бы, ну, то есть они не праздновались. Ну, из-за того, что Вавилонская империя, она изгнала 12 колен, как бы, израилевых, и было разрушение храма, поэтому, то есть до этого праздновался там 800, больше 800 лет как бы это праздновалось. Но потом оно прекратилось, как бы, и люди думали, что это уже все. Но Ишуа, он наш Господь, он именно цитирует эти вот места, как, знаете, как продолжительность того, что это не закончилось. И это период времени, да, юбилейный год указывает пророчески на приход Ишуа, который принесет то, что написано в стихах. Он читал, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня», да. Да, другими словами, можно сказать, настал этот юбилейный год. Почему? Потому что Бог исцелял сокрушенных, да, сердцем. Потому что Бог освобождал пленных. Потому что слепые, они получали прозрение, и как физическое, так и духовное, в том числе. Потому что лето Господне, то есть благая весть о спасении, она начала проповедоваться. И мы знаем еще, о чем эта дата говорит, да, что напоминает нам 50 лет, чтобы какое событие важное произошло на, там, в эту дату, да, то есть, ну, именно юбилейные даты. Все мы знаем, да, вы правы, да, то есть, в эту дату мы празднуем праздник Троица, да, или Шавот, да, когда Дух Святой, он сошел на учеников, они наполнили силой. Очень, как бы, знаете, я люблю такие символические моменты, да, то есть, еще интересно, что золотую свадьбу тоже празднуют, когда проходит 50 лет. Ну, это так, немножко, как бы, отступление, но оно тоже имеет в этом какой-то смысл. Итак, можно сказать, что мы живем где-то частично в этом периоде юбилейного года, или времени, можно сказать, времени благодати, или открытых дверей для спасения. То есть, это время, оно есть. Вот, почему частично? Потому что мы знаем, что Писание говорит нам, ну, о лучшем времени, то, что оно, все-таки, лучшее время, оно, как бы, придет. То есть, придет полная свобода, придет полное освобождение, да, придет полный мир, как бы, шалом. Также говорится, что при наступлении этого года, да, ну, написано, чтобы вы трубили трубою. И мы все знаем, да, для чего, ну, как бы, да, трубит труба. То есть, да, есть праздник Йом-Труа, да, там, или Рош-Хошана, праздник Нового года, да, ну, Йом-Труа, то есть, это праздник труб, когда мы не просто должны слышать звук трубы, но мы должны подготовиться, мы должны очиститься, осветиться к тому времени, которое, ну, которое оно придет. Для того, чтобы народ очистился и подготовился к этому событию. И вот, в завершении, да, какие истины можно, ну, извлечь, как бы, из всего этого. Первое, что это время, оно чиски настало. То есть, прощение, искупление, освобождение от рабства, ну, через Ишуа. Также мы можем, также мы можем прощать людей. То есть, да, то есть, Бог показал нам, что мы можем это делать. Мы можем прощать, мы можем отпускать какие-то моменты, даже мы можем освобождать и других из себя от атаков каких-то обид или непрощения. То есть, это очень-очень важный момент. И быть самим свободным, потому что, когда мы это делаем, в первую очередь, мы сами освобождаемся. Если мы не держим каких-то там обид, непрощения, то есть, мы сами становимся свободными. И второй момент очень важный, да, все то, чтобы мы не приобрели на протяжении всей жизни, что бы мы не имели, не купили, не приобрели, это тоже временно. И мы не постоянные владельцы этого. Знаете, интересный момент, да, вот помните, когда, что земля, которая, да, допустим, была продана, да, там, или что-то еще. Она потом, в это время, возвращалась кому? То есть, уже хозяину. То есть, интересно, вроде ты, ты как бы купил, да, там, или, не знаю, там, забрали за долги, но приходит это время, и эта земля снова возвращается к тому первого, первого хозяина. О чем это говорит? Это говорит, что все, что мы не приобрели и купили, это тоже временно. И мы постоянные владельцы этого. И все принадлежит Господу. Поэтому мы не должны прилипляться к этим земным, приобретенным вещам, потому что на самом деле все в конечном итоге отойдет к главному землевладельцу. Это нашему, нашему Господу. Поэтому пусть Господь вас благословит, уповать и надеяться на Бога. Мы живем частично в этом времени, потому что люди получают исцеление, освобождение. И это время для того, чтобы мы тоже делали и прощали, и даже освобождали людей, и сами были свободны. Да, благословит вас Господь. Аминь. Спасибо.